Принц цирка Так называется представление, премьера которого состоялось 7 мая в Тверском цирке. Это была феерия номеров, красочных костюмов, реквизитов, немыслимых трюков, музыки и, конечно, дрессуры животных. На арене цирка титулованные артисты, эквилибристы, гимнасты, велофигуристы, жонглеры исполняли сложнейшие номера. Особенно поразили всех животные. Десять ярких попугаев в одном номере. Вы можете себе представить попугая, летящего с горки на спине. А такой трюк был исполнен. У попугаев интеллект четырехлетнего ребенка, и к ним такой подход нужен своеобразный, собственно, как с детьми. Потому что они такие же и сорванцы, и у каждого свой характер. И у каждого свои способности. Как же не отметить 12 диких львов-самцов в одной клетке с дрессировщиком? Было очень волнительно, но завораживающе интересно. В целом была игра. Почему эта игра? Потому что я хотел бы, чтобы зрители поняли, что это настоящий хищник. Лев остается львом. Невозможно инстинкт погасить, притушить его, никак и задавить. Эмоции зрителей говорят сами за себя. Все были в полном восторге. Очень хорошо, это было очень интересно. Что понравилось? Как космонавт летал. Очень здорово. Мне понравились воздушные акробаты и попугаи. Очень понравилось. Шикарное представление. Отлично, понравилось. Мне понравилось, что там есть собачки всякие. Очень классное представление. Там еще собаки очень приручные. И попугаев там вообще класс. Кто хочет получить массу положительных эмоций и впечатлений, обязательно должны увидеть это невероятное представление. Принц цирка ждет всех зрителей нашего города. Спешите! Традиционно о творческой жизни киноконцертного зала «Панорама» расскажет вам арт-директор Светлана Шепет. Добрый день, дорогие друзья. Если вдруг напала хандра, тогда вам точно на концерты в «Панораму». Хандра, как известно, боится ярких эмоций и острых ощущений. А этого спал на наших концертах. И я напоминаю, киноконцертный зал «Панорама» уже открыл продажу абонементов нового концертного сезона. И традиционно абонемент называется «Музыкотерапия». Главным и первым концертом этой программы будет встреча с уже полюбившимся тверским зрителем, вокально-хореографическим казачьим ансамблем «Батька-атаман». Те, кто побывал на выступлениях этого ансамбля, знают, коллектив каждый раз показывает яркие запоминающиеся шоу. И не перестаешь удивляться тому, насколько много и какие разнообразные программы у этого коллектива. Артисты поют, танцуют и демонстрируют виртуозное владение мастерством фланкировки. Для тех, кто не знает, именно так называются трюки с казачьей шашкой. Главная идея при создании коллектива выражалась в том, чтобы каждый участник ансамбля был его солистом. Руководителю коллектива удалось собрать самых ярких и талантливых солистов-вокалистов с неповторимым тембром голоса, обладающих уникальной харизмой. Людей, беззаветно преданных любимому делу. В этом и есть уникальная особенность ансамбля «Батька-атаман». Таким образом, во время концерта зритель может насладиться не только слаженным хоровым пением, но и услышать неповторимый тембр голоса индивидуально каждого из участников ансамбля. Марина, Марина, а чего ж ты тужишь? Мусить ты, Марина, казаченьку любишь? Марина, Марина, а чего ж ты тужишь? Мусить казаченьку любишь? За год и существование коллектив не один раз занимал призовые места на различных престижных конкурсах. В репертуаре ансамбля «Белорусские, русские, украинские, народные и казачьи песни». Православные, духовные песнопения. «Батька-атаман» выступает не только в Белоруссии. Этому коллективу рукоплескали во многих престижных залах Белоруссии, ближнего и дальнего зарубежья. По мнению белорусских казаков, народная песня является наиболее объективным источником информации о жизни людей в разные периоды истории, отражая отчаяние простых людей, общественные процессы и отношения народа к этим процессам. Как когда-то сказал Уильям Шекспир, музыка глушит печаль. Я совершенно с этим согласна. До новых встреч. Будьте здоровы и счастливы. В праздничные дни в киноконцертном зале «Панорама» можно будет посмотреть фильмы. «Бука. Моё любимое чудище». Скандал в царском семействе. Своенравная принцесса Варвара сбежала из дворца и отправилась через лес на поиски прекрасного принца. Однако вместо заветной встречи с возлюбленным её берёт в плен Бука – самый опасный разбойник королевства. Но очень быстро становится понятно, что бойкая принцесса готова превратить жизнь Буки в кошмар, лишь бы дойти до своей цели. Так неугомонная Варвара принимается наводить в лесу свои порядки. 1941. Крылья над Берлином. История о подвиге лётчиков первого минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским. У них была сложнейшая боевая задача – нанести первые бомбовые удары по Берлину, столице фашистской Германии. Освобождение. Последний штурм. Билеты на фильм можно будет приобрести по пушкинской карте. Фильм «Пятый. Последний штурм». Последние дни войны. Штурм Рейхстага. Сражение за каждый метр, за каждый этаж. И, наконец, воодружение знамени Победы над Рейхстагом. Раздались первые залпы Победы. Главные герои фильма встречаются у входа в Рейхстаг. Проклятие плачущей, безвременье. Главные герои ужастика случайно попадают в район на границе между Мексикой и США. Именно там каждые 20 лет в один и тот же день пропадают люди. По легенде, в этом виноваты древние боги майя, которые ищут себе новых жертв среди живых. Спускаясь время от времени на землю. Молодые люди, отправившись в путешествие, даже не подозревают, что их ждет самая настоящая охота, где они могут стать добычей монстров из других миров. С вами была я, Анна Акуджава, и программа «Кольт Фьюжн». Оставайтесь с нами и будьте в центре культурной жизни Твери вместе с нами.